Здесь у нас строится глэмпинг-парк. 2,5 гектара мы взяли в аренду. Будет у нас 15 модульных некапитальных строений. Это у нас будет парк без ограждения. Любой житель может пройти, погулять, белочек покормить, природой полюбоваться. Заселение, само собой, будет уже в частном порядке для гостей посуточно сдаваться за денежки. Это же лесной массив, поэтому лесники приходили сюда. Мы обращались в лесничество. Они обследовали полностью эту территорию. Некоторые деревья, которые, по их оценке, я не знаю, по какому принципу они это оценивают, но именно по их оценке, непригодные. То есть это какой-то сухостой, какие-то больные и так далее. То есть у нас есть на руках бумага, где прописано, какое количество кубов можно спиливать. Плюс это все помеченное. Соответственно, домики на своей территории мы располагаем в тех местах, где возможен спил. Некоторые домики вообще поставились, ну вот проплешины, так их назовем. То есть без спила. Без спила абсолютно. Да, что-то где-то, какие-то ветки, где-то какой-то сухостой. Мы своими силами, но опять как своими силами, мы приглашаем лесника. То есть это приходит лесник, составляет акт, и вот это вот уничтожается. Мы это вывозим. Все это строительство происходит по нацпроекту. Министерство культуры за нами следит. Это как контролирующий такой наш орган. Это совместно с ними происходит. Мы получили субсидию, то есть мы подавали грант на все на это. И они нам установили сроки, что к 31 декабря 2024 года 15 домов должны быть сданы. Опять-таки наши планы, и никто нам это не запрещает. Первые три домика мы запустим, скорее всего, 1 июня. Еще три будут доделаны с внутренней стороны к 1 сентября. Было принято решение, согласовано это все с лесниками, с экологами. У нас установлена на территории биостанция. То есть вся канализация, вся система проходила таким образом от каждого домика. Индивидуально где-то были проколы, где-то были какие-то переливы. То есть по минимуму почва, грунт был задет, и все это сходит в одну биостанцию. То есть все отходы будут уходить туда. Далее идут три переливные еще у нас ямы, так их назовем. Соответственно, на выходе практически родниковая вода. То есть в Волгу никакие отбросы от слова совсем не попадают. Именно этот вид биостанции используют во всех заповедных зонах. Отдыхающие будут в итоге у нас ходить по специально отведенным тропинкам, которые будут немножко возвышаться на почвой. Рельеф не будет затронут. То есть все овраги, все ямки, все склоны, это все останется в первозданном состоянии. Люди будут проходить по тропинкам, по деревянным таким вот носилам. Абсолютно безопасным, которые не вредят, соответственно, природе нашей. Давайте сначала, знаете, как разделим это на две части. С точки силы закона, с точки норм права. Если мы будем руководствоваться, то соответствующие решения у нас в городе все приняты. Депутаты выразили, внесли изменения в правила благоустройства, в котором четко прописано, что вывески должны быть на русском языке и предусматривающей, и транслитерацию тоже, значит, она как бы запрещена. Ну, для того, чтобы русский город был русским, с русским языком, да. Но мы, во-первых, что мы сделали? Мы сделали, чтобы это не обременительно с точки зрения финансовой нагрузки для бизнеса отложили срок вступления 1 сентября. Это мы посоветовали с торгово-промышленной палатой, с экспертным сообществом. То есть сделали это дело, как говорится, дорогу с двусторонним движением. Второе теперь по сути вашего вопроса. Ну, мы понимаем, и мы тоже там сделали такое решение, которое предусматривает, что если это брендовое название, что это зарегистрированная в Роспатенте соответствующая торговая марка и так далее, то она изменениям не подлежит. То есть она может оставаться, и это на право собственника использовать или делать, может быть, какие-то другие попытки продвинуть свой товар, свои услуги, которые они там продают, с точки зрения, чтобы они были привлекательными. То, что касается вашего вопроса, грантов и так далее, я уже, ваш вопрос с точки зрения человеческого восприятия. Конечно, если они прошли процедуру грантовой, значит, да, и мы можем рассматривать, что победа в гранте – это как соответствующая регистрация его патента, да, и мы можем, ну, зачем мы будем через коленку ломать или какие-то делать неудобства, да. Я думаю, что в общей парадигме нашего государства сегодня противостояние всему коллективному Западу, который на нас наседает, который нас соки последние пытаются хотят, мы должны противостоять сильно и решительно. Защита нашего русскоязыка – это один из наших инструментов, одна из наших обязанностей. Мы сейчас будем встречаться с торгово-промышленной палатой, сообществом бизнеса, сообществом производителя рекламной продукции, чтобы, ну, договориться в какой-то степени, чтобы эти были какие-то изменения, вывески не так дорого били по карману, а потом же это не попало в карман обыкновенного жителя, потому что бизнес, он все свои убытки, в том числе и на рекламу, и на вывески, он потом в цену своего товара заложит. Вот кого мы тогда будем обманывать? Вот этого делать не хочется. Поэтому диалог будет продолжаться, время у нас для этого есть, драконовских каких-то мер для того, чтобы там снесить и так далее, их не будет. Мы будем идти по цивилизованному диалогу, по цивилизованному решению тех правовых норм, которые сегодня существуют.